Добрый день, уважаемые коллеги, с тем еще, с кем мы не успели поздороваться. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов за приглашение участвовать в этом симпозиуме. Очень интересная тема, практическая, важная с практической точки зрения. Много изменений на этом поле происходит и много противоречивого, еще не до конца понятного. И давайте поучаствуем в обсуждении, в дискуссии. Я знаю, что Петр Владимирович настроен на жаркое обсуждение, да? Не стесняйтесь, давайте высказывать свое мнение, дискутировать, возражать и так далее. Потому что действительно, очень практические вещи мы обсуждаем. Ну, действительно, мой доклад посвящен современному взгляду на неодивантный подход. Те, кто был на сателлите РОЖ, могут 20 минут поспать. Я шучу, конечно. Доклад в целом повторяется, но есть и такие нюансы, добавленные к этому докладу. Итак, некоторое время назад, это был 15-16 год, в рекомендациях различных сообществ онкологических, американского, европейского, появилась такая фраза, что проведение предоперационной лекарственной терапии имеет некий выигрыш. И при операбельном, первично операбельном раке молочной железы, до этого мы, естественно, всегда применяли этот подход при местно распространенном первично неоперабельном раке, как единственные возможные терапии на первом этапе. И, честно говоря, мы вот это все как-то приняли к сведению, стали применять, но до конца понимания, почему этот подход имеет выигрыш при раннем раке, как-то было не до конца понятно. И вот я нашла свой доклад с 2016 года, посвященный этому вопросу, и в качестве аргументов в пользу проведения неодевантной терапии при раннем раке упоминалось то, что это позволяет добиться большего числа органов, сохраняющих операций, это неслепое лечение мотивирует больную на продолжение лечения, и достижение ПСР освобождает больных с неблагоприятными подтипами от плохого прогноза. Но в целом все понятно, но как-то немножечко так вот размыто, неопределенно. И в целом четкого понимания того, для чего мы это делаем, в общем-то, не было, честно говоря. Давайте посмотрим, изменилось ли что-то за эти 4-5 лет. Что, собственно, мы поняли, к чему мы пришли, проводя на первом этапе лечения у больных операбельным раком системную терапию. Ну, началось все с исследований NCBP-BED18, итоги которого дали нам понимание нескольких очень важных вещей. Это очень простое исследование, где больные не разделялись на подтипы, и всем им проводилось либо 4 курса АЦ до операции, либо 4 курса АЦ после операции. По результатам этого исследования были сделаны следующие выводы. Во-первых, как минимум, то, что на адювантной химиотерапии не хуже адювантной. Во-вторых, то, что это позволяет добиться большего числа органосохраняющих операций, достоверно больше. И последний очень важный вывод – то, что больные с достигнутой полной патоморфологической регрессией или ПСР живут достоверно лучше, чем больные, у которых не было достигнуто полной патоморфологической регрессии. И вот это была отправная точка. Все, с этих пор мы стали говорить только о ПСР, только о полной патоморфологической регрессии. В большом метаанализе, включавшем огромное количество больных, действительно было подтверждено, что больные, у которых достигнута полная регрессия, живут достоверно лучше в плане как безрецидивной, так и общей выживаемости. И все наши чаяния были направлены на то, чтобы увеличить частоту полных патоморфозов любыми способами, чтобы это привело к увеличению выживаемости. Далее мы стали еще глубже копать, и пришло понимание того, что разные опухоли, разные подтипы рака молочной железы отвечают по-разному на неудивантную терапию. Если при таких агрессивных подтипах, как тройной негативный ХР2, позитивная частота достижения полных регрессий достигала 50-60%, то при люминальных подтипах, особенно при люминальном А, частота ПСР очень низка. И, конечно, это не может не повлиять на выбор тактики лечения. Но и именно при агрессивных подтипах достижение ПСР имеет чрезвычайно важное влияние на прогноз. Это приближает выживаемость этих больных с этими крайне неблагоприятными агрессивными подтипами к выживаемости больных с благоприятными подтипами. В то же время больные с резидуальной опухолью имеют крайне негативный прогноз, особенно при тройном негативном подтипе. Далее мы поняли, что ХР2-позитивные опухоли совершенно разные и по-разному отвечают на терапию в зависимости от рецепторного статуса. Наглядно видно, что при положительном рецепторном статусе ХР2-пположительные опухоли имеют гораздо меньшую частоту достижения полных регрессий. И, соответственно, тоже сделан вывод, что эти опухоли отличаются как по чувствительности терапии, так и по прогнозу. И тоже требуют, видимо, различных подходов к лечению. И различные исследования, посвященные этому вопросу, должны, наверное, планироваться по-разному. Неодевантный подход позволил нам быстро тестировать и внедрять в практику интенсивные и эффективные лечебные подходы, новые препараты. В частности, было показано, что проведение четырех курсов предоперационной терапии с включением пертузумаба приводит к снижению относительного риска рецидива на 40%. И этот режим быстро вошел в нашу клиническую практику. Очень интересное понимание дало нам исследование с платиной. Если до недавнего времени как-то поголовно у нас было увлечение, считалось, что все больные берсея с сыровным раком должны получать обязательно платину, то вот посмотрите, метаанализ исследований неодевантных современных показал, что, как ни странно, больные без мутации берсея выигрывают тройным негативным раком, выиграют от добавления платин к стандартным режимам, в то время как больные берсея мутации, у них частота достижения полных регрессий не увеличивается при добавлении платины к стандартным режимам химиотерапии. Тоже не может, естественно, это не влиять на нашу практику и на наши действия. Но посмотрите, в последние годы происходит очень важное смещение акцентов все-таки в неодевантном подходе. Если, как я уже говорила, до недавнего времени мы говорили только о ПСР, то сейчас понятно, что вот этот предел, 50-60%, очень трудно его увеличить. Очень трудно увеличить настолько, чтобы это привело к увеличению выживаемости, к значимому увеличению выживаемости. И сейчас все взгляды исследователей обращены на резидуальную опухоль, потому что очевидно, что надо что-то делать с теми больными, у которых не достигнут полный патоморфоз. Это крайне неблагоприятное в прогностическом отношении под группа. И сейчас, так скажем, парадигмой неодевантного подхода считается то, что это отбор больных с резидуальной опухоли для дополнительной адевантной терапии. И, к счастью, у нас есть возможности в этом отношении. Их немного, но тем не менее. Первым исследованием, которое показало правильность этого подхода, было исследование Крейт-Х, где больные HER2 негативными опухолями с отсутствием полного патоморфоза с резидуальной опухоли после проведения антрациклинотоксан, содержащей химиотерапии, получали капицитабин в адеванте или не получали капицитабин. Естественно, больные с рецептором положительными опухолями получали эндокринотерапию. И было показано, что проведение этих 6-8 курсов адевантной терапии капицитабином приводило к существенному достоверному увеличению как безрецидивной, так и общей выживаемости. И особенно выигрывали от этого подхода больные именно тройным негативным потипом. То есть самый такой неблагоприятный и печальный в прогностическом отношении под группу больных. Ну, несмотря на то, что это исследование критиковалось в силу того, что проведено оно было на азиатской популяции больных, которые, как считается, более чувствительны к производным фторпирамидинов, тем не менее, в силу своей доступности, дешевизны, так скажем, хорошей переносимости вошло как в отечественные, так и в международные рекомендации. Ну, естественно, исследования в этом направлении идут дальше, очень интенсивно идут. При тройном негативном потипе исследуется добавление препаратов платины в одиуанте у больных с резидуальной опухолью, также продолжает тестироваться капицитабинной европейской популяции больных. У больных с мутациями BRCA исследуется добавление препаратов парп-ингибиторов при недостижении полной патомофологической регрессии. Ну и, конечно, изучается роль иммунотерапии в этом подходе. Посмотрим, возможно, будут интересны результаты. Далее исследование, результата которого очень так ожидались с нетерпением. ХИР-2 позитивный потип. Исследование Катрин, где больные получали в одиуанте, либо стандартную терапию продолжали тростузумабом, либо им проводилась терапия ТДМ-1. И были получены интересные результаты. Выигрыш выживаемости у больных, которые получали ТДМ-1, составил 11%. Мы еще обсудим этот вопрос. Есть разные мнения по поводу результатов этого исследования. Но здесь важен подход. То, что проведение терапии, отличной от стандартной терапии, может улучшить выживаемость больных. Еще один аргумент в пользу меодевантного подхода. Изучение, добавление нестандартной терапии в случае резидуальной опухоли ведутся и при гормонозависимом раке. В частности, изучается роль ингибиторов циклинозависимых киназ, а именно палбоциклимы в этом отношении. Тоже интересно будут услышать результаты этого исследования. Ну и что же дальше? А дальше интерес вызывает сама резидуальная опухоль. Изучение ее свойств. Потому что очевидно, что не все больные с резидуальной опухолью имеют прогрессирование болезни. И, наверное, все-таки чем-то они отличаются, эти резидуальные опухоли. Но как минимум отличаются они по объему. То есть иногда нам дают фатоморфологи ответ, что есть единичные дистрофически измененные опухолевые клетки, резидуальная опухоль. Да, резидуальная опухоль. Но, наверное, это отличается от того, когда нам дают ответ, что есть большая опухоль в молочной железе жизнеспособная и несколько метастазов в лимфоузлах жизнеспособных способных после проведения нодевантной химиотерапии. И вот была предложена такая система RCB, Residual Cancer Burden, которая измеряет несколько параметров резидуальной опухоли, а именно размер ложи опухоли, клеточность, количество пораженных метастазами лимфоузлов и размер наибольшего лимфоузла. Все эти данные вносятся в онлайн-калькулятор MD Anderson Cancer Center и как итог выдается результат, класс RCB, где RCB 0 соответствует полному патоморфозу, а RCB 3 это максимальная резидуальная опухоль. И вот было очень четко показано, что класс RCB определяет прогноз практически при всех подтипах ракомолочной железы. То есть хорошо видно, что в зависимости от класса больные имеют совершенно разный прогноз. То есть если при RCB 1 или NIR-PCR, как называют еще этот класс, выживаемость больных тройным негативным подтипом близка к выживаемости больных с полным патоморфозом, то выживаемость больных с RCB 3 крайне низка, просто ужасающе низка. Но исследования идут дальше. Изучаются и биологические характеристики резидуальной опухоли, скажем, уровень сопопуляции ТИЛС, динамика КИ-67, активация различных сигнальных путей и так далее. И вот я хотела бы показать результаты нашей работы, которые мы недавно проанализировали в нашем отделении. Мы показали, что на фоне проведения новодевантной химиотерапии достоверно снижается уровень КИ-67 в опухоли и повышается уровень ТИЛС, инфляцирующих опухоли лимфоцитов. И вот что интересно, что мы подтвердили то, что на своем материале, то, что действительно выживаемость больных с различными классами RCB различна. И, что интересно, интеграция классов RCB с дополнительными биологическими характеристиками опухоли, а именно КИ-67 и уровнем ИОЛ, несет дополнительную прогностическую информацию. То есть что имеется в виду? Скажем, больные с RCB-2,3, то есть с выраженной резидуальной опухолью, но с низким уровнем КИ-67, имеют выживаемость близкую к выживаемости больных с полным патоморфозом. В то время как при RCB-2,3 и высоком уровне КИ-67 более 20%, выживаемость была достоверно ниже. То же самое с динамикой ТИЛС. Больные, у которых в процессе проведения нодевантной терапии уровень ТИЛС повысился с низкого до высокого, имели 100% выживаемость. Даже с RCB-2,3, при том, что больные, у которых уровень ТИЛС не изменился, имели достоверно также более низкую выживаемость. То есть есть возможность дополнительно разделять больных по прогнозу в зависимости как от RCB, так и дополнительно от биологических характеристик опухоли. То же самое мы проделали и у больных ИР-2 позитивным подгруппой. Также было показано, что уровень КИ-67 достоверно снижается, при этом уровень ИОЛ не повысился в нашей группе больных. И также мы посмотрели, как комбинирование вот этих вот данных по классам RCB и уровню КИ-67 влияет на выживаемость. И также было у нас получено следующие результаты, что при RCB-2,3 и низком уровне КИ-67 меньше 20%, выживаемость больных также составила 100%. При том, что при высоком уровне КИ-67 в резидуальной опухоли выживаемость была существенно ниже. Возможно, именно эти больные с высоким уровнем КИ-67 в остаточной опухоли и являются кандидатами для интенсификации адювантной терапии, скажем, вот назначения TDM1. Ну и наиболее спорная, на мой взгляд, подгруппа – это люминальный ИР-2 негативный потип. Я выскажу тут свое, наверное, мнение. У нас будет доклад, посвященный этому, по типу. Подискутируем, пообсуждаем. Но, как мне кажется, люминальный ИР-2 негативный потип – это крайне гетерогенная группа от люминального А, чрезвычайно благоприятного потипа, который не реагирует вообще, на мой взгляд, на химиотерапию, до высокоагрессивного, такого истинного люминального Б с высоким КИ-67, с высокой степенью злокачественности. И в целом, как мы видели, частота достижения ПСР в этой подгруппе больных достаточно низкая. И в целом, даже без разделения на люминальный А и люминальный Б. И, как мне кажется, проведение неодевантной терапии у этих больных ранним раком, естественно, мы говорим об этом, оправдано только при высокой степени злокачественности, в высоком уровне КИ-67. Просто вот когда приходит больная, скажем, с Т2 и 0, и ей проведена по 8 баллов оборецептора, КИ-67-20%, я не вижу смысла проведения ей неодевантной химиотерапии. Другими словами, мы должны четко представлять, что вот именно этой больной вообще в принципе показана химиотерапия. И именно вот в таком объеме стандартом неодевантной терапии на сегодняшний момент является проведение последовательно антрациклинтоксансодержащих режимов. 4 АЦ, 12 паклитокселов или 4 курса дотцитоксела. Вот нужно ли больным люминальным, КИР-2 негативным по типам такая терапия, это большой вопрос первично-операбельный. И вот об этом мы должны задумываться, прежде чем назначать эту терапию, когда доктора говорят, ну вот мы хотели перевести больную в состояние, когда ей можно сделать органосохраняющую операцию. Но мне кажется, желание, скажем так, лучшего косметического результата не оправдывает проведение неоправданной терапии в этом случае. Как правило, больным люминальным по типам в одеванте, если мы показаны химиотерапия, можно ограничиться четырьмя курсами химиотерапии ТС, например, дотцитоксел, циклофосфан. И кроме того, когда проводится при люминальном раке химиотерапия с целью уменьшения объема опухоли для выполнения органосохраняющих операций, надо помнить о том, что эти опухоли малочувствительны к химиотерапии. Мы можем просто провести зря ненужную химиотерапию и не добиться желаемых результатов. Но это вот такой мой сугубо личный взгляд. Возможно, есть альтернативные мнения. Ну, скорее всего, они есть. И существует другой подход для лечения этих больных. Он сейчас обсуждается и на международном уровне упоминается нередко. Это проведение короткого курса предоперационной гормонотерапии с целью тестирования чувствительности опухоли к этому виду терапии и определения динамики КИШ-67. Это то, что мы сейчас делаем в своей клинике. И вот те результаты, которые мы получили. Соответственно, с результатами других исследований, заканчиваю. Предоперационный уровень КИШ-67 не влиял на прогноз больных, в то время как уровень КИШ-67 после гормонотерапии оказывал достоверное влияние на выживаемость. И вот больные, у которых КИШ-67 снизился до менее 10%, даже несмотря на то, что он был больше 30%. Если это были опухоли с G3, если это были такие стадии с поражением регионарных лимфозлов, выживаемость этих больных составила 100%. И такие больные вообще не нуждались в проведении химиотерапии, как мы считаем. А изначально им могла бы назначена быть химиотерапия в силу поражения лимфозлов или третьей степени злокачественности. Ну, это тоже такой подход, который, естественно, может обсуждаться, дискутироваться. И последний слайд. На сегодняшний день, на 2019 год, конечно, мы по-другому формулируем роль и аргументы в пользу на одевантной химиотерапии при раннем раке, а именно деэскалация локального лечения. Сейчас изучаются и возможности деэскалации лучевой терапии, и воздействия, обработка регионарных зон. Получение важной прогностической информации. То есть мы четко, соответственно, с классами РСБ можем разделить больных на прогностические группы. И самое важное – это индивидуализация одевантной терапии в зависимости от наличия и характеристик результальной опухоли. Благодарю за внимание. Большое спасибо вам, Александр. Если есть вопросы, коллеги, у нас есть один-два вопроса. Руслан Малькович, нам кто-нибудь с микрофоном, если помогут, будет заметно. А тогда вас не все слышат. И нарастание ТИЛС. То есть что было выбрано пороговым значением ТИЛС и разбивали ли вы ТИЛС по фракциям CD4, CD8, PDL? То есть как вы смотрели, что он нарастает? ТИЛС совсем понятно? А ТИЛС? Спасибо за вопрос. Но в данной работе мы не изучали с популяцией ТИЛС. Нам интересно было самые простые показатели протестировать, которые можно посмотреть просто глазом, не усложняя, не повышая стоимость исследований. Простые данные, которые морфолог может просто глядя в микроскоп. То есть вы на фракции не разбивали? Мы планируем такую работу, но вот именно в данной работе мы этого не делали. Морфологи вам не писали проценты, они просто писали, что нарастает лифоидная инфрация? Нет, нет, нет. Я говорю, мы субпопуляции не смотрели. CD84, мы это не смотрели. Мы смотрели только уровень в процентах, естественно. В процентах смотрели? Да, да. Нам давали процент, а уровень пороговый мы определяли с помощью рок-кривой. Спасибо. Еще вопросы, коллеги. У меня один вопрос из области практического применения. Люминальная подгруппа, пациентка имеет клинически верифицированный, даже, допустим, метастаз, лимфатический узел, и вы не проведете их имминаторапию? Нет, не право. Всем не проводим. А кому проводите? Если это высокий уровень КИ-67, КИ-3. Хорошо. Высокий-высокий, 89. Ваши коллеги прооперировали пациентку, и в окончательном ответе у нее два метастазово-лимфатический узел, люминальная А и молодая пациентка. Вы будете проводить химиотерапию? Еще раз. В зависимости от того, что значит люминальная А. G2. Уровень рецепторов обоих. Гормонозависимый, высокий, 8,8 баллов. Тут мы очень внимательно смотрим и очень четко разделяем. 7-8 баллов, да, это высокая экспрессия. 7-8 баллов. А КИ-67, да, но меньше 20. У нас есть стандарты, а есть нестандарты. И на сегодняшний день в стандартах так тонко материи не прописаны. И все-таки для практического применения. Написано, что высокий уровень прогестированного рецептора больше 20%, КИ-67 ниже 20%, но с 20 до 30% там тоже можно. Два метастазово-лимфатические узел. Да. Мы думаем. Мы думаем, и иногда мы не проводим. При лиминальном А, согласно рекомендациям, химиотерапия показана при поражении 4-х и более лимфоузлов. Согласно нашим же рекомендациям. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.